В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Сегодня у нас особенно красивый эфир. Мы поговорим о предстоящем конкурсе «Мисс и миссис Приморский край 2023», который пройдет 29 октября во Дворце культуры города Артем. Что ж, на вопрос «Зачем участвовать в конкурсах красоты?» нам сегодня ответят Татьяна Дьяконова, генеральный директор Международного модельного агентства «Моделлайн», третья вице-миссис Россия Классик 2021, девушка, которая входит в топ 25 самых красивых женщин России, директор конкурса «Миссис» и «Мисс Приморский край», а также «Мини-мисс Приморский край». Здравствуйте! Татьяна Кацура, первая вице-миссис Королева Руси 2023, мама двоих сыновей и счастливая жена. Здравствуйте! И Светлана Бондаренко, участница конкурса «Миссис Приморский край 2023». Здравствуйте! Девушки, рада вас приветствовать. У нас в студии наполнена она красотой, женственностью, коронами, блеском. Это очень приятно. И, думаю, нашему зрителю тоже. Ну, хочется, чтобы вы ответили на тот вопрос, который я задала вначале. Зачем участвовать в конкурсах красоты, Татьяна? Женщина уже в интересном возрасте, когда она стала мамой, она уже жена, ей хочется все равно заниматься собой. И, как бы это ни избито звучало, работа со своим личным брендом. И они приходят совершенствовать себя именно на конкурс красоты. Ну, в первую очередь, на конкурс красоты я иду для себя, да, чтобы получить какие-то эмоции, получить праздник, получить какое-то, какие-то исполнения желаний. Ну, новые знакомства, какое-то новое развитие. И мечта. И мечта. Татьяна? Я считаю, что это прекрасная возможность побывать в сказке. Ведь мы растем на сказках, на мультиках, где принцессы красивые. И поэтому это шанс попасть в ту самую сказку. Замечательно. Татьяна, какой возраст у девушек для того, чтобы участвовать в конкурсе красоты, должен быть? Или здесь нет возрастных ограничений? В этом году мы расширили наш диапазон. Если на прошлом региональном конкурсе у нас участвовали только мамы, либо в статусе жены, да, то есть это и Грэнд Май, это бабушки. В этом году мы присоединили возрастную категорию мисс. То есть это девочки, которые еще не вышли замуж и не имеют деток. Да, то есть от 25 лет до 66. Прекрасно. То есть в любом возрасте практически можно поучаствовать. Да. Делятся ли девочки вот этого возраста на какие-то категории? Конечно, потому что вот всегда девчонки, и они волнуются, и вопрос задают, как можно сравнивать девочку 25-летнюю с 66-летней. Конечно, у нас все номинации делятся по возрастам. 25-39 это девочки мамы, либо жены, либо мамы и жены, которые находятся в статусе миссис. Затем девочки мисс, которые не имеют деток и пока еще не замужем, тоже 25 и плюс, да, потому что есть и 40-летние девчонки, которые еще не созрели для брака. И также у нас после 40-50 это у нас девочки классик. Я в этой категории нахожусь, и в Москве именно в этой категории я участвовала в конкурсе. И девочки платину до 66 лет. И отдельная категория это грандма. Это девочки, которые уже в статусе бабушки. У вас даже про бабушка есть, я так за кулисами нашего шоу услышала, да? У нас очень объемный конкурс, да. Как готовятся участницы? Какие вопросы они чаще всего задают? Что их тревожит, волнует? Больше всего тревожит тех, кто никогда не выходил на сцену. Они очень переживают. И сегодня в студию я взяла именно таких участниц. Вот такой, как Светлана наша. Она впервые выйдет на сцену. Она впервые выйдет в красивом своем платье. И, конечно, для них это волнительно. И те этапы конкурса, которые они проходят, вроде как бы для меня кажется, что это несложные уже этапы. Для них это определенный период. Первый выход у нас это визитка. Девчонки будут выходить в красивых джинсах, брендовых футболках. Показывать свой спортивный вид. Второй выход у нас в национальных костюмах. Это великолепный, просто красивый, сказочный выход на мероприятие, где девочка будет демонстрировать себя в национальном костюме. И третий выход – это, конечно же, вечернее платье. Светлана, как вы узнали о конкурсе «Миссис и мисс Приморский край»? Я уже год хожу в модельную школу «Моделайн». И на одном из уроков Татьяна предложила поучаствовать в этом конкурсе. Я сначала растерялась, конечно же, и пока ехала домой, приняла твердое решение, что участвовать буду. Поэтому и с этого момента началась такая сказочная какая-то жизнь. А почему решили тогда пойти поучаствовать в «Моделайн» в агентство? Предложила моя клиентка. Пришла и сказала, Света, пошли в модельное агентство. Ну, я так сначала скептически отнеслась к этому. И потом в сторис у нее увидела, что она ходит в «Моделайн». Написала ей, сказала, я хочу тоже. И так я попала к Татьяне в школу «Моделайн». Хожу уже второй год. Мне 51 год. Это, мне кажется, достойно просто аплодисментов, наверное. Эти девочки – прям моя гордость. Я с таким удовольствием говорю, в каком возрасте приходят девчонки заниматься постановкой шага и заниматься позингом. Татьяна, а как вы решили заниматься конкурсами красоты? Я расскажу правду. Меня никогда не приличали конкурсы красоты, потому что я классическая стандартная модель, которая работала за границей. То есть я вот прям фэшн стронг. И всегда считала, что я сама не подхожу под конкурсы красоты. То есть для конкурсов я думала, что нужна такая девушка круглолицая, улыбчивая. Вот может быть в миру с какими-то немножко другими формами. Но все равно эта история меня догнала. И в 2020 году я получила предложение организовать конкурс «Миссис» в городе Владивостоке. Я думала недолго, мне просто было интересно, как это вообще происходит. То есть что такое региональный конкурс. И мы организовали этот конкурс. В 2021 году прошел второй конкурс. И после регионального финала в 2021 году меня настигло дикое желание узнать, что же испытывают девочки за сценой, что они ощущают, почему они идут в конкурс. То есть как организатор я достаточно устойчиво стою на своих ногах. А как участница? Я приняла решение лететь в Москву на всероссийский финал, где 84 участницы вышли на одну сцену. И вот тогда я действительно почувствовала, что это за волнение. Почему идут девчонки в конкурс? Как можно приобрести новых друзей, новых подруг? Я вошла в топ-25 красивых женщин России и привезла очень хорошую номинацию во Владивосток. Что это была за номинация? Третья вице-миссис Россия классик. Девочки классик, все 40+. На тот момент мне было уже 41 год. Сколько вам сейчас? Сейчас мне 43. Я горжусь этим возрастом. И пользуясь случаем, хочу вам сказать, девочки Приморского края, любой возраст, это наш возраст, приходите, реализовывайте все свои мечты. У нас есть еще одна коронованная участница, Татьяна. Почему вы решили принять участие в том конкурсе, который проходил? Мы ехали с мужем в машине и по радио так восторженно рассказывали о том, что впервые на миссис Вселенная победила российская девушка из Удмуртии, Елена Максимова. И когда мы услышали, что у Елены двое детей, как и у меня, собственно, муж... Ну, мы с мужем были удивлены, что, оказывается, конкурсы красоты есть еще для таких девушек, не обязательно с идеальными параметрами 90-60-90, да, а еще и мам. И тогда муж так с удивлением говорит, о, а я бы хотела, чтобы ты поучаствовала. Я уверен, что ты смогла бы тоже победить. Поищи, есть у нас в городе какой-то такой конкурс. И, недолго думая, я, конечно, со своими страхами начала искать. Первый же запрос миссис Владивосток мне вышла. Миссис Приморский край и Татьяна Диаконова. То есть, таким образом я подала заявку и решила участвовать. Да, это был такой быстрый звонок, и мне понравилась такая устойчивость Татьяны. Я хочу, мне надо, где с вами встретиться. Вот мои фото. Через буквально день она сидела уже у меня в фэшн-пространстве, и мы уже заключали договор. Это очень... Муж молодец, посмотрите какой. И это не единичный уже случай. Какая вера в свою женщину, да, и какая уверенность в ней. Вот именно его уверенность и настойчивость мне придала такую немножко уверенность в себе, да, что, ну ладно, я пойду. Из декрета сразу в конкурс. Но это не все. Вы привезли высокий титул. Что это за титул? Я первая вице-миссис Королева Руси 2023 года. Конкурс проходил в Санкт-Петербурге. Это всероссийский конкурс, и мы уже потихонечку собираем наши награды. И девочки после этого финала, да, 29 октября, тоже они полетят на разные всероссийские конкурсы. Мы сотрудничаем с разными конкурсами. И в дальнейшем, если они заходят в топ на всероссийском финале, они летят на международный уровень. На всероссийских этапах есть наши приморские девушки? На всероссийский этап мы летим с девочками после регионального конкурса. Да, это определенная... Вот я люблю говорить про точку Б. Вот есть точка А, это региональный конкурс, да, гранд-финал, который у нас проходит здесь. Затем мы летим на всероссийский. Конечно же, мы стараемся объять больше конкурсов. Их на самом деле в России много, и все лучшие конкурсы наш приморский край посещает. Вот, задача зайти в топ, привести хорошие номинации и двигаться до этой точки Б, чтобы нас пригласили на миссис Вселенную. А что будет с девушками после того, как они пройдут все эти конкурсы красоты? Они моделями становятся? Ну, что, как дальше их судьба складывается? Действительно, уже на этапе подготовки девочки задумываются об этом. Они приходят в школу обучаться, вот на данный момент в академии многие девочки учатся. Им становится интересно дефиле, интересен фотопозинг. И, например, с 1 по 5 мая прошлого года мы летали уже и стали участницами Большой недели моды Юга. То есть девчонки выходили на подиум в роли моделей. Хочется вопрос тогда девушкам задать. Татьяна, вы будете участвовать в жюри конкурса, я правильно понимаю? Почему вот так для себя решили? После того, как я взяла топовую номинацию на всероссийском, мне Татьяна предложила быть в качестве жюри. И я решила не упускать такой возможности. Это очень ответственно и очень гордо, что мне выпадает такая честь. По каким критериям будете оценивать девушек? Знаете, я буду смотреть в целом на картинку. Потому что все девушки, которые будут участвовать, они все красивые. И одно дело выйти красивой, а другое дело, как ты выйдешь. Как ты себя покажешь. И как ты покажешь то, чем у тебя учили преподаватели во время подготовки. Как ты готовилась. Ведь девушки все готовятся, выбирают наряды, платья. Они выбирают там свой образ, составляют картинку, которая будет на финале. Светлана, вы будете участвовать в конкурсе, предстоящем, который пройдет 29 октября. Как вы готовитесь? Вы знаете, хочу миллион раз Татьяне сказать благодарность за то, что она меня пригласила. Потому что сейчас у меня идет такая мощная подготовка. Я мерю много платьев. То есть я окунулась в такой мир красоты. Туфли, платья, мои гормоны радости, они просто зашкаливают. Это вот серьезно. Я все время, вот я даже говорю сейчас, у меня такие мурашки по коже. Потому что девочки, наверное, не рождены для платьев, для туфель, для красоты. Чтобы на нее смотрели и любовались. А что сказали ваши близкие, когда узнали о том, что вы будете участвовать в конкурсе красоты? Близкие мой сын, моя невестка, мои дети, конечно же, обрадовались и сразу сказали, мама, только вперед. Сынская мама, эмоции эти ты не купишь ни за какие деньги. Поэтому даже не думай, иди, блистай. Но сейчас это у вас дефиле, я так понимаю. Вы ходите. Да, мы как перед конкурсом, каждое воскресенье у нас идет подготовка. Это наверняка спортзал, может быть, поход к косметологам. Ну, я так думаю, что девочки это все делают, да, спортзал, косметолог. А перед конкурсом мы ходим на дефиле, позинг. Все это, конечно же, отрабатываем. Готовимся к конкурсу. Вы боитесь выйти на сцену или нет? Страх есть какой-то? Ну, конечно, чуть-чуть присутствует, потому что это будет впервые, народу будет около 700 человек, поэтому, конечно, есть. Но мы за этим и идем, да, чтобы все это перебороть, чтобы выходить и не бояться, там, общаться с людьми, там, работать, так сказать, на публику. Татьяна, вы их поддерживаете? Я очень их поддерживаю, и именно поэтому меня нет среди членов жюри. Я как директор конкурса не могу себе этого позволить. Ну, я думаю, что любой директор региональный не сможет быть в жюри. Я люблю каждую. Вот все, кто ко мне пришел, я ее рассматриваю как личность, как уникальную личность. И я не смогу выбрать в их категорию лучшую. Не смогу. И хочу еще рассказать про Светлану. Это действительно человек, который целеустремленный. Действительно, она посещает спортзал, и я хочу, чтобы она стала примером для девочек 45+, да, 50+, которые так шикарно выглядят и которые идут к своей мечте. Ну, вот вопрос тогда про жюри все-таки. Если вы не участвуете, то кто же тогда находится в жюри? Ну, вот мы знаем Татьяну, участница коронованная. В жюри обязательно присутствуют королевы прошлых лет, потому что только королевы прошлых лет, которые сами прошли и региональный конкурс, и всероссийский конкурс, только они могут почувствовать, что чувствует девочка на сцене. Как она справляется с этим волнением, что происходит за кулисами, даже когда она будет сидеть в зале, она точно знает, что с девчонками происходит за сценой. То есть девчонки, королевы обязательно являются членами жюри. Также из года в год это наши любимые партнеры. Новое радио, обязательно от нового радио присутствует в членах жюри представитель. Дорогое удовольствие, наши партнеры информационные. Конечно же, наши генеральные партнеры, это студия НОКУ, они нас готовят. Эти девочки тоже, и представители, они имеют право рассматривать девочек со стороны жюри. Мужчины в жюри есть? Мужчины. Вот в прошлом году как раз от нового радио у нас и был представитель молодой человек. Но мне кажется, это самые нестрогие судьи. Они нестрогие, им все нравятся, они хотят всем дать гран-при. И вот они в стороночке, но я вам скажу честно, они тоже вносят свою лепту. И есть такие, которые, вот если, допустим, спорная какая-то ситуация идет, что вот нет, все-таки это 50 на 50 девчонки разделяются в членах жюри, то итоговое слово может все-таки быть за мужчиной. Победительница будет одна? Победительница у нас в каждой возрастной категории, вот которую я описывала в начале нашего интервью. То есть в каждой категории возрастной своя гран-при. Ну, я еще хочу коснуться все-таки так немножечко конкурса «Мини-мисс Приморский край». Вы тоже являетесь его руководителем. Расскажите о нем. Я хочу начать с такой маленькой шутки, которую я говорю каждой мамочке. Я говорю так, девочки, если вы не коронуете своих принцесс в маленьком возрасте, они ко мне придут на «Миссис Приморский край». Все улыбаются, но задумываются об этом. И действительно, это же праздник. То есть мы не выбираем одну лучшую из всех лучших. Мы делаем для них огромный праздник. И в отношении мамы тоже идет определенная работа. Потому что вот как мама отнесется к номинации своей дочери, точно так же дочь понесет эту номинацию дальше. То есть если она заявит «Ой, третья лица, мини-мисс, ты молодец, ты у меня третья лица». То есть так она и пойдет «Я третья, я третья мини-мисс». Если мама скажет «Ой, ты третья». То есть здесь идет огромная работа с родителями, огромная работа. Но все-таки задача, первичная задача – делать праздник. Но это та история, когда королевы приводят своих принцесс. А у нас в этом году впервые такое, я хочу тоже об этом рассказать. Они параллельно записались в оба конкурса. Либо сначала дочку они записали и смотрят, какое у нас идет движение королевское. И начинают задавать вопросы и приходят. У нас есть такая вот света, свидетель этому. То есть у нас Мариночка наша, педиатр с 15-летним стажем, она сначала доченьку свою записала в мини-мисс, а сейчас она пришла тоже. То есть она сначала будет участвовать 29 октября, а 26 ноября выйдет ее дочь на сцену Пушкинского театра. И бывают случаи наоборот, что сначала приходят девчонки, а потом говорят «А что еще, и мини-мисс есть?» Моя дочь задает вопрос, мама, как так? У тебя будет корона, у тебя будет аксессуар. А я? И идет параллельная заявка записывать дочерей. То есть в этом конкурсе уже параллельно у нас идут девчоночки. Девушки, ну последний вопрос задам. Время наше подходит к концу. Что хотите пожелать всем красавицам Приморского края, Татьяна? Я хотела бы, чтобы все девушки верили в мечту и шли к ней, несмотря ни на что. Они прекрасны только потому, что они уже есть. Хочу тоже сказать, что девушки, девочки, все идите, не стесняйтесь, не бойтесь. Это такие, еще раз повторюсь, эмоции, которые должны мы все получить. Я хочу пригласить всех девочек Приморского края, потому что моя миссия – короновать всех в Приморском крае, надеть на девчонок красивый аксессуар, чтобы они достойно в своей жизни несли себя как королеву. Что ж, пускай так и будет. С вами было очень приятно проводить этот эфир. И я надеюсь, что нашим зрителям будет очень приятно его посмотреть. Ну что ж, девушки, я надеюсь, что ваши слова дойдут до представительниц нашего прекрасного пола в Приморском крае. Все действительно королевы, все действительно принцессы. А ваши конкурсы, Татьяна, делают девушек только счастливее. И поэтому 29 октября я желаю вам успехов. Светлана, вам желаю больших успехов. Ну а вам, Татьяна, не просмотреть ту самую королеву. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о предстоящем конкурсе «Мисс и миссис Приморский край-2023». В гостях у нас были Татьяна Дьяконова, генеральный директор Международного модельного агентства «Моделлайн», третья вице-мисс Россия «Классик-2021», а также девушка, которая входит в топ 25 красивейших женщин России, директор конкурса «Миссис и мисс Приморский край», а также мини-мисс Приморский край. Татьяна Кацура, первая вице-миссис Королева Руси-2023 и Светлана Бондаренко, участница конкурса «Миссис Приморский край-2023». В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.